Здесь у меня есть средства для посуды, здесь тоже для кастрюли, ну вот такое вот, а это чистящие средства для кухни, а это средства для мытья посуды, вот для мытья посуды, для мытья посуды у меня пока есть. Я отложу, еще не закончилось, а вот для кухни, получается для плиты тоже, особенно для плиты, у меня с моей плитой катастрофа, я еще раз какую плиту взяла, нет, вот, где мы приобрели такие средства, они мега дешевые, я ссылочку оставлю на инстаграм, обязательно в описании к видео, так что кому интересно, тот зайдет и посмотрит. Кому не интересно, тому и заходить даже не надо. Так, сейчас возьму наш продукт, здесь, о, нифига, здесь все закрыто, ху, как запах, как прошел. Так, сейчас побольше. Так. Надо собрать меня уже, наверное. Кстати, кто привез, это наши подписчики, сразу такими бутылочками привезли. Я не знаю, может быть, у них они отдельно продаются, нужно отдельно приобрести. Так. Скручу все, побрызгаю. Сейчас я еще почитаю инструкцию, как, может, я могу сейчас побрызгать, да уеду. Что, мы сейчас уезжаем? Так, почитаю инструкцию. Сейчас я руки сполосну. Мухи. Сейчас с этими мухами, если честно, все мучаются. Так, а куда бы эти штуки все было? Сейчас с красненькими вкусняшки соберу. Для начала соберу эти вкусняшки. Вкусно пахнет. Вкусно? Чем? Средством. Ага. Средством, значит. Ну, салфетом, блин, использовала. Капец, караул. Салфеток-то уходит. Так. Кто новости смотрел, видел, наверное, да, нашествие мух? В Челябинске, что ли? Насколько я помню. Катастрофа вообще. Уже с какой-то... Не помнишь, да, в Челябинске нашествие мух? Да, в Челябинске. Да и у нас тоже. У нас тоже, да. Кстати, я когда приехал на Кубань, я впервые почувствовал, что мухи кусаются. Никогда до этого не знал. Вот кто еще знает, что мухи кусаются? Потому что здесь и в Крыму мухи реально кусаются. Не оводы, а вот эти обычные черные мухи. Где еще кусаются? Вот именно в России. Потому что, когда мы жили на Иссыкуле, да и в Москве, мухи все равно там где-то встречаются. Ни разу не слышу, что мухи кусались. Даже как обычно, мы сперва сделаем, а потом читаем инструкции. Здесь еще, оказывается, с водой нужно разводить. Хорошо, что взяла почитать. Как экономно, да? Экономия-то какая. Блин. Все, наверное, достаточно. И воды добавлю. Попробую на своих кастрюлях. Так, убрала продукты питания от этих дел. Возьму я эти салфетки свои, которые использованы уже. Так, застелю. Возьму кастрюлю свою страшную, которую я ничем не могла отмыть. Сейчас я ее полоснула, а тут же у нас сироп. Немного остался. Такая кастрюля. Страшная, пристрашная. Так, набирается, нет? И мы еще закрыты. А, вот. Ну-ка, а если так? Нет, а так? Блин, чтобы не было ничего, это... Столешницы, я думаю, ничего не будет, да? Не должно. Что будет вообще? Так, все. Я мочу. Посмотрим, вот мой, нет. А, это я налила? Это для посуды. Да, для посуды. Как это с водой разводится, да? А, для посуды у меня еще есть. Как думаешь, поможет? Нет, послухи пока у меня страшные. А ты по инструкции сколько там, на сколько разводила? Должно помочь, проверим. Пусть постоит, да? Ну да, она сейчас... А, не часто леченцы не будет? Лучше, наверное, убрать на всякий случай, потому что там все-таки кислотность. Она потом след может оставить. А в раковине поставь прям. Ну все, я попозже включусь, уже покажу. Еще к чему. Все, тогда я это пойду, выброшу. Давай, выброшу. Красиво. Вот приятно, когда мужчина внимательный, вот в этом плане. Пошел, сам выброшу. А то там некоторые пишут, о, никто ничего не должен. Ты всем должен, ты только обязан. Нет, это неправда. У нас со всем все по-другому. И у нас в семье папа всегда маме помогал. Мама всегда папе помогала. Мама также и на огороде, и в доме у нас огороды были. И стройка с винами. Все вместе строили и делали. Папа гладил. Папа и помогал маме готовить обеды, там, ну, поесть, приготовить. Все друг другу помогали. И счастливы жили. А вот это вот распределять, это я не должен, ты не должна. Мне кажется, так не должно быть в семье. Дети же потом от этого будут учиться. Ребенок, убери, блин, за собой игрушки. А я не буду, я не должна. Мама должна за мной убрать. Молча взял, пошел, помог. Если ты видишь, что, если я вижу, что Рушан работает, чем-то занят. И мне нужна его помощь. Я пойду сама возьму, что мне нужно, и справлюсь. А если когда человек просто стоит, допустим, но ничем не занимается, почему бы не помочь, если пока у тебя нет работы? А вот это вот ты не должен. Вон у нас Толик. Мы сегодня с Рушаном влог смотрели. Да, Рушан? А? Толик молодец. Толик молодец. Даже Рушан стоял, рот открыт. Анатолий. Стоит это, борщ варит. Молодец какой. У нас папа тоже готовил поесть. А я не готовлю, да? Нет, мы с Рушаном, у нас труднее было. Мы труднее начинали. Когда мы жили в Москве, я работала. Приходила позже, Рушан приходил раньше. В итоге, когда Рушан приходил, он садился за телевизор и смотрел телевизор. Я приходила, у меня в доме не есть, не приготовлено. А я приходила поздно. Я всегда Рушану говорю, а были такие моменты, когда я приходила пораньше. И тоже уставала, и тоже хотела сесть за телевизор. Или хотя бы просто лечь, отдохнуть. Ну нет, я Рушану кухню готовила, да? Ну вот как все женщины. Вот. Я потом Рушану просто попросила, говорю, неужто тебе трудно хотя бы картошку пожарить. У нас с этого так всё и начиналось. Ну сейчас же это не так? Да, сейчас вообще ты вообще, я тебя не прошу, ничего не готовишь. Да я обманываю, я готовлю, блин. А ты что на последний раз приготовил? Ой, я много чего готовил. Я захожу, допустим, ты грустная. Я хоп, ага, голодная. Всё, я начинаю готовить. Рушан, давай, мне сейчас, тебе же верят. Ну а что, нет что ли? По чесноку, допустим, ты сидишь, допустим, монтируешь, да, занято. Я захожу, смотрю, ты грустная. Нет, это давай, мы сейчас разговариваем о том, что человек, когда сам берёт, без того, чтобы тебя не просили, иди приготовь. Человека должно быть у самого, знаешь, в подсознании, что я должен это сделать. Ну, у нас с тобой немножко жизнь по-другому устроена. Просто прийти на кухню, как бы, и хозяйничать тоже не вариант. Потом, может, лишний раз, а ты зачем-то не туда-то поставил, не туда-то сделал. Это от маски, вот скажите, это от маски. Нет, это от маски, Рушан, ну не надо сочинять. Это просто от маска. Что-то как приятно, да, вот смотри, вот жена приехала с работы, а он борщ сварил. Ну, это серьёзно, даже меня ломнуло. Чё смешного? Иди на работу, я буду борщ готовить. Я ходила, но ты же не готовил. Ну, это когда было, то старое помяне, там у глаз, вон. Ну, вот у него вечно так, старое помяне, там у глаз, вон. Как было, так и осталось. Нет. Моя работа, это мой ютуб. Нет, я не в этом, не к тому, что ты там не работаешь. Я камеру беру, я снимаю, я монтирую. Рушана, чтобы заставить камеру взять, это надо крикнуть. Рушан, возьми камеру, Рушан, засними. Я имел в виду не к тому, что ты не работаешь. Я не про это имел в виду. Что ты дома не находилась, а я приготовлю. Чтобы сюрприз был. А так какой сюрприз? Ты дома, я тут же при тебе приготовлю. Не сочиняй. Сколько жили в Москве, таких сюрпризов у меня вообще не было. Было? Нет. Было? Просто забыла. Нет, Рушанчик. Нет. Соримся ли мы? Рушана, мы ссоримся? Нет. Мы не ссоримся. Мы ругаемся. Ну, Рушан, блин, с тобой серьезно не поговорить. Нет, ну как, это у всех, мне кажется, есть. Просто не то, что разногласия, конечно, бывают. Мы люди, мы не можем, допустим, быть изначально настроены друг на друга. Жизнь, люди по 60, по 50 лет и топлино подстраиваются, настраиваются, где-то разногласия какие-то есть. Конечно, бывает это, недопонимание там, высказывания. Ну, я, конечно, не высказываю, я всем доволен, и у меня самая идеальная жена, и я вообще всем доволен, честно. Ну, хорошо, я тебе хоть раз какую-то претензию предъявлял? А? Она даже не вспомнит. Я всегда всем доволен, у меня все хорошо. Все у нас хорошо, вся правда о нас, короче. Вот так вот было. Нет, хорошо, когда мужчина, конечно, готовит, это тоже неплохо. Потому что он у нас, многие пишут, о, Рушана, два дома пашет. Он у нас сосед, блин, пенсионер. Он идет на работу с утра. У него то дневные, то ночные смены. На работе с утра, он говорит, я вообще ног не чувствую. Он приходит, да, у него, дядя Вова, какая работа? Не сядет на стульчики, не сидит в телефоне, не ковыряется. Он ходит туда-сюда, вот это все проверяет. Он работает, он реально, что он делает? Он еще что-то таскает, да? Ну, скотник, он за животными там убирает. Да, убирает, вот это все тяжести таскать. И приходит домой тоже работать в свой дом. Как в своем доме не работать? А тут когда пишут еще на молодого парня, это, ну, начинает, ну, смешно становится, честно. Тут, блин, пенсионеры работают, а потом еще... А потом еще... А потом еще едет туда, к своей дочери, и там помогает у дочери. И крутятся, вертятся, а как не работать? Без этого-то никак. Все правду рассказали. Так, все, обработка завершена. Все, видео. Мы просто ждем, когда у нас видео, это, загрузится на YouTube. Нам уехать надо. И мы ждем. Нас ждут, мы ждем. Я говорю, ну, это, в первую очередь, наша работа. Вот я с утра села, видео смонтировала. Давай, все, выгружай. А то потом сейчас обработка будет 3 часа. Все рассказали. А чтоб там драться как-то, мы не деремся. Вот бывают, да, семья, какие-то драки происходят в семьях, кто-то чем-то в кого-то бросается, кидается. Да нет, это все. Мы такого не допускаем. Нет, бывают семья, там, когда, допустим, они ругаются, там, пол улицы слышат. У нас нет, конечно. Да, мы такого не допускаем. У нас хорошая шумоизоляция. Рушан, ну, блин, люди там, которые начинают верить. Че? Ничего. Че тебе? Пошутить нельзя, что ли? Кстати, вот, Крестинка, сделала вот эту вот штуку с орешками? Ты ее все съела. Нет, мы съели. Она клевая, реально. Ну, ты же тоже ел сколько. Ну, я шучу. Ну, что ты все за чистую бумагу, за чистую монету воспринимаешь? Пошутить нельзя, что ли? Да я ничего не умею, я просто не умею молчать. Знаю, что не ты, ты вообще не ела. Да я ела. Я ела, ела. Я все съел. Он какой толстый. Не, я в плане того, что вкусная штука. Клевая. Можно орехи просто окрас, ложку орехов, ложку меда, ложку орехов, ложку меда. И потом одно место слитнется. Еще у нас здесь, я сейчас посмотрю быстренько с костюмом. Еще нет, нет, еще. Надо попробовать, если не так не возьмет, концентрат на попробовать побрызгать, помадать. Может, концентрат возьмет. Чай идешь пить? Или как? Пострюг, так как новенькая. О, частенькая. Блястит. Ой, да, блестящее. Все нормально работает. Все. Работает. Мы сейчас будем чай пить. С колбасой и этим хоростом. И поедем по делам. Так что всем спасибо за просмотр. Вот такое сегодня видео. Мы видео снимаем каждый день. И в день у нас выходят два видео. Это на первом канале, где у нас более там стройка, там все такое. Там стройка, здесь более такое все раскиданное. Быт. Да. Что-то я никак не могу понять, откуда вот я только ее намыла, да, начистила, блин, а вот какие-то пятна берутся. Откуда пятна? Я, знаешь, откуда? Ты, допустим, руки помыла и тянешь руку за полотенцем, раз, капнула. Может быть. Вот. И поэтому бывает, иной раз даже болтология, да, вот это нас спасает. Мы вот поболтали-поболтали, все выбросили. Вот. Кто-то и это смотрит, понимаете. Вот. Люди пишут. Даже вот есть один парень, он в ВКонтакте пишет. Говорит, Диан, поставьте, говорит, просто камеру онлайн, говорит, весь день, говорит, я готов смотреть. Просто как вы что-то делаете, шуршите там, неважно. Ну, у людей много, и у каждого свои вкусы, поэтому. Есть даже такие вот люди, которым вот это вот все интересно. Так что спасибо таким людям, кто с нами. Мы вас тоже любим. Спасибо вам огромное. Ну, все, мы поедем дальше поработать. Увидимся уже на другом канале. Так что всем пока. Пока-пока.